На прошлой видео лекции мы с вами познакомились с понятием проект. Проект как объект управления в образовательной организации мы будем рассматривать и далее. На чем мы остановимся с вами в этой видео лекции? Как ни странно, проект, так распространенный широко в нашей жизни в области управления, вызывает много трудностей. Если мы не имеем с вами в виду просто название проектом любой серии мероприятий, как мы уже говорили. Почему проект вызывает сложности? Дело в том, что проектное управление необходимо там и тогда, когда мы хотим достигнуть уникального результата, а это связано с изменениями. Что-то надо поменять. И не просто поменять, а поменять именно то, что вызывает у нас дискомфорт, что вызывает у нас состояние неудовлетворения, что вообще говорит о том, что мы с вами неэффективны, неэффективны как управленцы. Вот это состояние дискомфорта, которое хотелось бы избежать или которое хотелось бы ликвидировать, оно может привести к рождению проекта. Но сколько бы мы с вами не пытались решать многие и даже иногда застарелые проблемы, их решение нам не удается. Вот проект это та технология, которая помогает нам с вами овладеть специальными приемами, методами решения проблем. Проблема является одной из краеугольных признаков проектного управления. Итак, проблема. Второй кругольный признак проекта, когда он возникает, когда он нам необходим, это поиск решения. Для россиян, к сожалению, очень часто комфортнее говорить о проблемах, обсуждать проблемы, делиться ими на кухне. Вот обсуждение, говорение о проблемах очень часто снимает вот этот запал желания их решать. Мы, к сожалению, с вами рефлексивные, мы очень много осмысливаем, обдумываем, но не всегда много делаем. Вот решение – это направленность на действие. Умение каждую проблему превращать в действие, да, то есть в желание решить эту проблему – это признак проектной культуры, проектного подхода, который уже становится сегодня для нас необходимым. Нам нужно решать проблему. Мы их накопили уже достаточно. Третий признак проектного управления – это обязательно наличие цели, результата. То есть проблема, которая выталкивает нас в желание ее решать, она должна привести к результату. Мы должны ощутить изменения. Вот должны накопить опыт изменяемости, то есть опыт решения проблем. К сожалению, в образовании нам в силу того, что само образование имеет, сам образовательный процесс имеет отсроченный результат, то есть мы очень часто долго идем к результату. Ну, для того, чтобы научить ребенка читать, да, необходимо очень много повторений, очень много уроков, очень много занятий для того, чтобы он, наконец, зачитал. Вот эта отсроченность результатов приводит, приучила нас к тому, что мы и не всегда можем получить ожидаемый результат. Не все дети у нас научаются. Ну, читать, правда, слава Богу, мы научаем почти всех, а вот остальные задачи не все даются нам такой же гарантированностью достижения результата. Вот проектный подход, он будет чуть немного другому. Он говорит о том, что если вы не достигли результата, надо остановиться, надо проанализировать и принять другое решение. Значит, надо искать другое, иное решение этой же проблемы. Тем самым проект – это всегда многоходовка, может быть, множественность итераций, то есть множественность подходов к решению той же самой проблемы. Не все сразу может получиться, не с первого раза может быть решена проблема. Именно поэтому в проекте предусматривается поэтапность, в проекте предусматривается постоянный анализ того, что происходит, куда сдвигается ситуация, как она изменяется и удается ли нам пройти вот к достижению результата. Итак, я назвала три краеугольных признака проекта как технологии. Это постановка проблемы, это решение этой проблемы, это определенность результата, который мы достигаем в ходе реализации проекта. Любой проект, он связан с проблемой, поиском ее решения и получением результата. Снова вернусь к определению проекта и напомню, что результат нас интересует уникальный, неповторимый, то есть мы решаем эту проблему и пытаемся достигнуть других результатов, иных. Нас, как правило, прежние не устраивают. С точки зрения технологии управления требуется специальная организация всех процессов, которые будут сопровождать и постановку проблемы, и поиск решения и целеполагания. Отдельно в каждой из лекций мы будем с вами возвращаться к этим технологическим приемам и иллюстрировать ту или иную задачу отдельным приемом. Сейчас же я хочу попробовать вместе с вами поразмышлять о том, а на самом деле какова в практике нашей работы вот такая связка, как она работает, проблема, решение и цель. Давайте попробуем рассмотреть отдельный кейс по этой ситуации для того, чтобы проиллюстрировать вот эту теоретическую триаду. Ну, например, в одной из школ мне руководители образовательной организации поделились проблемой. Дети перестали выполнять домашние задания. При этом учителя, безусловно, с переживанием рассказывали о том, что на самом деле дети перестали приходить готовиться к урокам, приходить на занятия подготовленные, и стало сложно работать на уроке, потому что дети не усвоили, не подготовились, не повторили, и приходится тратить достаточно большое количество времени на уроке для того, чтобы вспомнить, вернуться к материалу. А так как это были уроки истории, вот учитель делился именно по этому поводу, урок был неделю назад, и восстановить хронологию, восстановить смысл изучаемого материала было достаточно сложно. Что делать? Вот тогда мы в школе собрались и стали анализировать эту ситуацию. А на самом деле невыполнение домашних заданий сегодня является проблемой. Что нам для этого потребовалось? Ну, во-первых, мы пригласили других учителей этого класса и задали им тот же самый вопрос. А выполняют ли домашние задания другие, на других предметах эти же дети? Оказалось, что степень неподготовленности к урокам достигает в этом классе 70%. То есть 70% детей хотя бы раз не готовятся к урокам. Вот это, вот этот аналитический материал уже на самом деле заставил задуматься даже директора школы. Она не думала о том, что настолько глубоко эта проблема, ну, так скажем, уже сформировалась в этой образовательной организации. Ну, мы очень часто говорим, вот тут мы схватились за голову. Безусловно, когда удалось собрать вот информацию ото всех учителей, безусловно, мы начали размышлять о том, а что является причиной. В чем проблема? Вот смотрите, здесь я сейчас остановлюсь немного и зафиксирую один очень важный аспект. Есть ситуация. В этой ситуации есть конкретные данные. В данном случае это 70% детей хотя бы раз не подготавливаются к уроку, не выполняют домашние задания. Но это еще не проблема. Это ситуация, это ее описание. А вот для того, чтобы определить проблему, нам необходимо проанализировать причины, выявить те противоречия или те дефициты, которые приводят к данной ситуации. То есть нужно объяснить эту ситуацию. И в каждом конкретном случае, я думаю, что если бы вы сейчас в своих образовательных организациях проанализировали эту же ситуацию, у вас бы появились, может быть, другие цифры, но вот как только вы начали бы анализировать причины, то в каждом конкретном случае, в каждой конкретной школе причины могут быть разными. Мы сейчас не говорим о том, что это проблема российского образования. То есть мы не обобщаем эту проблему до такого уровня, для того, чтобы выявить факторы, которые влияют на невыполнение домашних заданий учащимися, ну, например, основной школы седьмых, восьмых, девятых классов во всей России. Поэтому мы будем или мы бы проанализировали эту проблему или выявили ее в конкретной школе. Вот здесь можно акцентировать по технологии именно на этот аспект особое внимание. Первый – это при постановке проблемы мы пользуемся обоснованными данными, то есть нам нужно собрать информацию, проанализировать ее, а во вторых, при постановке проблемы мы должны выявить ту причину, то противоречие, которое приводит к появлению такой ситуации. Более подробно об этом мы с вами рассмотрим в следующей лекции.